Ребяточки мои любимые, всем здравствуйте! Ну вот мы и наконец добрались до дома. Слушайте-ка, дождик нам не помеха. Мы отлично прогулялись, сходили сейчас еще в парку, что купили. Вот, еще раз хочу поблагодарить нашу зрительницу, что она мне прислала вот такую вот штучку YouTube. Это у нас PopSocket. Я потом обязательно займусь. Зачищу свой старый телефон, повешу, сниму вот эту вот инстаграмную и повешу вот эту новую PopSocket. Будет у меня наконец YouTube. Спасибо огромное еще раз. Вот, видите, какие у меня зрители шикарные, что они запоминают то, что я ищу, то, что я не могу найти и вот так вот мне периодически помогают. То конфетки нам пришлют, то еще вот такую штучку. Спасибо большое. Так, давайте покажу, что мы купили и расскажу, что мы с этим будем всем делать. Так, для начала взяли кинзу. Вот такой вот кинзу. К сожалению, кинзы не было, знаете, такой вот развесной, не было пучками. Взяли вот такую. Стоит она, по-моему, 59 рублей. Постаралась выбрать самую нормальную, потому что остальная, она была такая, знаете, достаточно вяленькая, не очень хорошая, а вот эта более-менее нормальная. Вот взяли две штучки кинзы. Вот таких две упаковочки. Дальше. Взяли перчик, вот такой вот красный. Вован изъявил желание приготовить вкусный-вкусный греческий салат. Вот, так что будем делать завтра греческий салат. На завтрак, может быть, на ужин. Не знаю, как пойдет. Вот. Дальше, что еще взяли? Взяла вот такие вот нектарины. Вчера пробовали персики. Сегодня взяли вот такие вот нектарины. Это у нас турецкие нектарины. Но, честно, хочу сказать, очень они уж мелкие. Прям вообще очень мелкие. Вот видите, вот. Вот. Не знаю. Обмельчали нынче в Турции нектарины. Дальше. Взяли еще вот такие вот помидоры. Помидоры. Это, по-моему, азербайджанские розовые. Такие красивые. Вот как раз греческий салат пойдет. Ну, так, так сказать. Так, еще взяли... О! Взяли вот такую свининку. Шикарное мясо. Шикарное мясо. Это у нас, по-моему, бедренная чайка, если не ошибаюсь. Да, свинина без кости. Охлажден. Окорок, окорок. Свиной окорок. Без кости. Вован хочет сделать классный вариант шашлыка, но который мы будем делать дома. В пакетиках. Дальше. Взяли огурцы еще. Тоже нам пригодятся. Вот. Взяли еще лук красный. Тоже нам греческий салат. Лук белый, конечно же. И такой, и щекой, и разные виды лука. Так. А этот был всего лишь один пакет. У нас есть второй. Во втором пакете взяли вот такие вот пельмени чернышихинские. Попробовать. Первый раз вот мы их взяли. Они были, кстати, по акции. Но мы часто покупаем чернышихинские продукты, поэтому решили попробовать. Вот такой вот сыр. Это белая фета. Колбаску взяли еще вот такую. Вот, смотрите. Вот. Разумеется, чек. Куда же без него? Так. Взяли еще вот такой вот маслинки без косточки. Вот. Взяли вода. Такая вот майкопская. Майкопская хорошая водичка. Это напосить. И на вечер взяли вот такой вот тоник. Смотрите. Вот такой тоник спаровский. Потому что что-то я говорю, Иван, не хочу пива. Давай возьмем какую-нибудь лимонадика. Честно, в такую жару пива неохота. Ни пива, ни вино, ничего такого алкогольного. Потому что тебе из-за алкоголя становится еще жарче. Вот. И не хочется. И там уже никакой кондиционер не справится. Давайте быстро пробежимся по ценам. Ну, во-первых, пакеты. Ну, как всегда, 9 рублей за 2 пакетика. Вода питьевая, святой источник. Уже выпили, 29 рублей она стоила. Вода минеральная майкопская. Она сейчас, знаете, по акции. Вот. Вот она минеральная, очень вкусная водичка. Классная. 49,90. Ну, хотя, знаете, про воду говорить она вкусная. Ну, такое себе, да? Вот. Но вот мы периодически берем. Хорошая она по газу. Такая, без вот этих всяких солей и прочее. Вот. Дальше. Пельмени чернышихенские. Вот. Первый раз взяли вот такие вот пельмени. Вот. Думаю, будет очень вкусно. Я посмотрела, кстати, написано чернышихенские. Категория B. Вот, видите. Категория B. Вообще считается, там, знаете, там несколько категорий. Категории А, по-моему, вообще не существует. Это категория А называется пельмени, только домашние. Категория B это когда... В общем, категория в сочетании мяса и добавок. То есть, вот, ну, тесто и прочее. То есть, чем хуже категория, там есть А, Б, ну, А это вот. Б, В и С. Б, В и С. Вот. Лучше всего брать, конечно, категория B. То есть, здесь содержание мяса больше всего. То есть, тесто тоньше, мяса больше. Вот, попробуем. Мы часто берем разную продукцию чернышихенских колбас. Вот. Ну, чернышихенского завода. Попробуем, что за пельмешки. Это вот, получается, у нас 199 рублей за 800 грамм. Такая большая упаковка. Как Валан говорит, давай, бери стратегический продукт, стратегический запас. Так что, взяли вот такие вот пельмешки. Пельмешки без пешки. Так, кинза у нас получилась по 49,90, я уже сказала. Такая вот кинза. Дальше колбаса докторская у нас вышла на 318. Фига себе! Обалдеть! Обалдеть! Колбаса докторская 318. С ума сойти! Это дорого! Это дорого! 500 грамм здесь. Кстати, я просила 400. Что за фигня? Вот. Цена 629. Вот просишь 400 грамм. Они 500 отрезают и вообще даже не смотрят. Ну, съедим в любом случае. По запаху вроде неплохая. Вот. Ну, ладно. Это, наверное, самый дорогой продукт. Да. Самый дорогой. 232 рубля. Дальше. Сыр фета. Сыр фета. Завтра будем делать греческий салат. Вот. Мне кажется, это идеально. У нас есть как раз оливковое масло. Турецкое. Вот. Можно будет сделать классный салат. Как раз с сыром фета. Она, кстати, тоже была по акции. 119 рублей. 90 копейк. Обожаю акции. Обожаю. Дальше. Маслины филани. Филани. Вот. Это одни из самых недорогих маслинок. Здесь у нас, кстати, они без косточки. Вот. Они, чем мне нравятся, они вот с этим вот ключиком. Вот. Стоит 54 рубля 90 копейк. Никого на ровну. Как раз на один салатик. Окорок свиной. Вот окорок свиной на 633 рубля. Он по 289. Вообще сейчас, конечно, свинина очень сильно подорожала, потому что все делают шашлыки. Шашлыки сезон у нас, как говорится, открыт уже давно. Поэтому мы взяли свининку. Лаванг хочет сейчас замариновать мясо. То есть там лук, мясо, кинза, кое-какие специи. Хочет сделать хороший маринад. А завтра мы его, знаете, в пакетиках прям запечем. И оно там красиво так вкусненько стушится и будет очень вкусно. Плюс вот ночку оно постоит, хорошенечко промаринуется и будет очень здорово. Вот. Так что вот взяли окорок. Здесь у нас почти 2 килограмма 184 грамма. То есть 2 с лишним килограмма сделаем. И можно будет хожь с макаронами, хожь с картошкой, то есть уже готовое мясо. Причем, знаете, готовить мы его будем без масла, без всего. То есть весь жир вытопится. И можно, в принципе, там даже, знаете, вытащить и лишний жир слить. И получится очень вкусно. Ну, я вам покажу сегодня в рецепте, как Лаванг будет это все делать. Дальше. Что у нас? Томаты розовые, азербайджанские. Вот такие вот помидорки. Очень хорошие, знаете. Прям привезли. Прям вот свежатинка, свежатинка. Такое ощущение, как будто они прямо вот только-только из морозилки их достали. Мне показалось. Вот. Помидоры у нас получились на 213 рублей. Дальше. Перец красный у нас получился на 128. Два перчика выбирала вот эти вот девочки. Когда, знаете, 4 попки. Вот. Три попки. Это, получается, мальчик. Да. А девочка, это когда 4 вот этих вот, ну, вот этих как-то соединения. Вот. Получается так, что девочки, они более сладкие, мальчики, они более такие кисленькие. Ну, я не знаю, там, знаете, я не про, конкретно про мальчика и девочки. В общем, короче, бред сумасшедший. Забейте. Огурец короткоплодный. Да. Очень хорошие вот такие вот огурчики. Они, кстати, такие колючие-колючие. Вот. Все с цветочками. Как будто вот только-только их сорвали. Вот, не знаю, надеюсь, вкусные. Они по 149 рублей 90 копеек. Вот взяли огурчиков на 600 грамм, на 90 рублей. Будем делать салат. Лук репчатый взяли еще. Вот этот вот лучок. Как раз у нас сейчас весь уйдет, все 4 луковички. Как раз на наш шашлычок. Да-да-да. Хороший лаванский шашлык. Лук репчатый. Нектарины на 130. Господи, тут есть-то этих нектаринов-то. Тут их всего-то штук 5 или 6. Вот в этих нектаринов. Они вон на 130 рублей. Попробуем, что за нектарины, честно. Персики вкусные были вчера. Вот мы их сожрали уже. Вот. Но кисловатенькие. А так попробуем. Очень люблю, знаете, фрукты. Но сейчас, вы знаете, приходишь в магазин. И из фруктов там яблоки, груши, ананасы, лимоны, апельсины. Ну, виноград максимум. Вот и персики только появились. А так, в принципе, фруктов особо разница. Выбор-то не особо большой. Вот то ли приедешь в Азию. Там и такие, и сякие, и сякие. И так вот, и сяк. Там, конечно, фруктов в Азии. Чем мне, кстати, она очень нравится. Дальше. Лук репчатый красный. У нас вышел... О, кстати, по 50 рублей всего лишь. Как раз нам салатик. Вот такой вот лучевочек. Четыре штучки на 26 рублей 50 копеек. Итого, общий чек у нас на 2062 рубля получилось, да. И скидки у нас по 136 рублей получилось по акции, которую я набрала. Все, пойду быстренько переодеваться. Сейчас Вован у нас замутит шашлычок. Так что не отключаемся, мои хорошие. Классный вариант мариновки шашлыка. Также его можно готовить и дома. В пакетике запекать. Вот. Все, сейчас вам покажем. Увидимся. Пойду быстренько переоденусь.